МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре человека в ближайшее время получат почетные грамоты. На думской сессии 27 сентября депутаты единогласно поддержали предложение от детской библиотеки имени Пушкина и ветеранской организации города, которые выдвинули кандидатуры для награждения. В этом году Пушкинка отмечает 65-летний юбилей. Лариса Рустамова и Лариса Швыченко работают там уже около 30 лет каждая. Работая в детской библиотеке, оставаясь преданными учреждению, они стали профессионалами очень узких специальностей библиотеки. Одна из них заведующая отделом систематизации, комплектования и обработки литературы. Другая заведующая информационно-библиографическим отделом. Наша детская библиотека известна далеко за пределами Сарова. Пушкинка – неоднократный призер конкурсов Росатома, участник всероссийских проектов и библиотечных мероприятий. За 65 лет библиотеки создали прекрасный книжный фонд, а за последние несколько лет Пушкинка громко заявила о себе в виртуальном пространстве. Все это было бы невозможно без личного вклада сотрудников, в числе которых Лариса Рустамова и Лариса Швыченко. Я очень им благодарна за то, что они ведут за собой молодые кадры. Они сохраняют традиции, заложенные предыдущим поколением. Именно на них я опираюсь как руководитель, потому что это грамотные специалисты. В этом году юбилей отмечает и городская организация ветеранов. Ей исполняется 35 лет. Двух ее участников – Виктора Сазонова и Инну Зырину – также предложили наградить почетными грамотами. Все эти предложения Дума единогласно поддержала. Также речь шла о передаче функций органов опеки от Департамента образования в отдел соцполитики администрации. Связано это с изменениями на региональном уровне. Передача полномочий произойдет 1 января. Для жителей города ничего не поменяется, кроме места обращения. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В Сарове растет число безнадзорных животных. На проблему обратили внимание народные избранники. На заседание они пригласили председателя комитета ветеринарии Михаила Курюмова. По его словам, популяция бездомных животных растет в основном из-за недостаточного финансирования программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Она действует в нашем городе уже несколько лет. В этом году из области выделили 600 тысяч рублей. В следующем финансирование планируют увеличить в три раза. Скажу вам, что ресурсы, они, конечно же, всегда ограничены. Но вот на следующий год Сарову будет выделено в три раза больше денег. Это 2 миллиона 145 тысяч рублей. Предварительно мы его согласовали с Минфином, эту сумму. Окончательный бюджет области будет принят в декабре. Тогда уже мы смогу ответственную сумму прописать и передать в администрацию Сарова. В регионе программа ОСВВ действует с 2014 года. За это время численность безнадзорных животных уменьшилась на 300%, рассказал Курюмов. Эффективность работы программы можно увидеть спустя три года, считает чиновник. Сейчас важная задача сделать все, чтобы на улицах города было как можно меньше собак без бирок в ухе, то есть не прошедших программу ОСВВ. Еще один значимый вопрос, который вызвал бурные дискуссии – судьба городского приюта. Сейчас в нем идет косметический ремонт. Приют мы потихонечку ремонтируем. Ремонтируем опять же из собственных средств заработанных. Бюджетно финансированный на этот приют не идет. Потихонечку уже в этом году за полгода миллион двести вложили. И только что я тут приехал. Работа движется. И задача у нас к ноябрю – косметический ремонт закончить. Дальше. Дальнейший этап – это будет обустройство дополнительных вольеров для содержания животных. Закончить обустройство вольеров планируют к декабрю. Сейчас приют находится на балансе Госветуправления города Кстова. Передать его Госветуправлению нашего города планируют не раньше следующего года. На самом деле, да, здесь четыре вот таких важных вопроса, которые нужно решить, прежде чем это сделать. Да, это надо сделать. Вот надо решить. Первое – это полностью закончить ремонт территории и приюта. Ресурсов в городе Сарово в Госветуправлении нет для ремонта. Отсутствует персонал обученный и ставки для того, чтобы взять. Вот сейчас на данный момент их нет. Это тоже препятствие. Третий вопрос – это, соответственно, его нужно содержать. Финансирование, опять же, ресурсов в Сарове для содержания этого приюта нет. Ну и третий – это воля руководителя. Да, я, например, хочу. Пока власти решают глобальные вопросы сокращения популяции бездомных собак, остаются частные моменты, которые остро волнуют горожан. Один из них – что делать, если в моем дворе есть агрессивная стая, которая кидается на местных жителей? Каждый день мы рассматриваем такие обращения, в том числе и чипированных собачьих. В этом случае факт покуса должен быть зарегистрирован. Даже если он зарегистрирован? Зарегистрирован. Оформляется органам полиции материал КОСП. Ну, книга сообщений о происшествии. Этот материал направляется в комитет ветеринарии. Мы, соответственно, доводим его до администрации, ставим сроки контроля. Затем агрессивные животные отловят и будут содержать в изоляции 90 дней. После примут решение, выпускать на волю снова или нет. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. С 1 ноября в Сарове повысят тарифы на проезд в автобусах Горавтотранса. Одна поездка будет стоить 30 рублей за наличный расчет и 28 за безналичный. Сейчас горожане платят 22 и 20 рублей, соответственно. Решение о повышении тарифов принимает Дума. Там напомнили, что повышения платы не было с 2018 года. И муниципальное предприятие больше не может эффективно работать при нынешней стоимости проезда. Люди понимают, что тарифы достаточно долгое время уже не поднимались. И предприятие уже накопило такой определенный... Наш городской перевозчик муниципальный накопил экономический ущерб. И, в общем-то, повышение тарифов сегодня идет по той минимальной грани, которая возможна для того, чтобы предприятие могло оставаться на плаву. В год из бюджета Горавтотранса выделяют 93 миллиона рублей. На вопрос, почему город не может компенсировать выпадающие доходы предприятия, Антон Сергеевич пояснил, что отчасти это возможно, но это путь, ведущий в никуда. Общий бюджет у нас около 5 миллиардов, но у города есть много обязательств. В сфере образования, содержания дорог, строительства и так далее. И, по сути, из большого, вроде бы, 5-миллиардного бюджета, 100 миллионов это, кажется, не так уж и много, но когда мы выберем все социальные обязательства, которые городу необходимо поддерживать, на что нужно тратить деньги, бюджет развития остается не очень большой. И это всего несколько сот миллионов рублей. Вопрос тарифов долго обсуждали на уровне Думы и администрации. Пришли к тому, что повышение не коснется льготных категорий граждан. Для ветеранов месячный льготный проездной сейчас стоит 500 рублей на 2 месяца 800. Эти цены сохранятся. Оставшуюся стоимость поездки льготируется она из регионального бюджета. И в этом смысле, в случае повышения тарифа, мы даже выигрываем, потому что наше предприятие, Горавтотранс, получает дополнительные деньги на развитие, на свою операционную деятельность из регионального бюджета, дополнительные ассигнования. Вопрос стоимости проезда в частных маршрутках не сфера компетенции городских властей, поэтому пока нет никакой информации, как она изменится с ноября. Отказаться от услуг частных извозчиков возможности нет. Представители Горавтотранса отмечают, что у них не хватит ресурсов, чтобы полностью обеспечить город транспортом. Полное интервью Антона Ульянова о повышении тарифов смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24». Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Каждый год по рекомендациям ВОЗ и Минздрава России состав вакцин от гриппа обновляют. Учитывают в первую очередь прогнозы эпидемиологов насчет господствующего штамма. В этом году состав вакцин для детей «Ультрикс», «Квадри» и «Совигрип» вошли компоненты поверхностной оболочки вирусов гриппа нескольких штаммов. В «Совигрип» есть антигены вируса гриппа типа А, H1N1, это вот так называемый свиной грипп, который был в 2009 году, и второй тип А, подтип H3N2, Гонконг. В составе «Совигрип» и антигены к вирусу гриппа типа B штамм «Виктория». В «Ультрикс-Квадри» состав похожий, но добавлена еще защита от штамма «Ямагата». Именно эти вирусы, по прогнозам эпидемиологов, могут прийти к нам уже в ноябре. Поэтому конец сентября, начало октября – благоприятное время для того, чтобы сделать прививку. Иммунитет как раз успеет сформироваться. После прививки иммунитет вырабатывается с 8-12 дня уже, ну, в течение 3-4 недель он выработается. Ну, сезон гриппа каждый раз по-разному приходит, но в среднем это ноябрь, потом февраль, иногда даже в апреле. Иммунитет сохраняется 12 месяцев. Подготовки к прививке не требуется. Утром измерьте температуру, оцените самочувствие. Если ребенок аллергик, можно несколько дней давать ему антигистаминные препараты. Детей, посещающих образовательные учреждения, прививают там. Неорганизованных малышей либо пригласит на вакцинацию медсестра, либо родители могут записать его самостоятельно через портал пациента. Перед прививкой маленьких пациентов обязательно осматривает врач. После процедуры может быть небольшая реакция. Если нет температуры выше 38, если нет какого-то большого покраснения, там, больше 4 сантиметров, то есть 2-4 сантиметра, это еще как слабая, средняя сила реакция. Можно не обращаться. Обычно это все хорошо на фоне антигистаминных проходит. Если температура высокая, 38, не выше, или что-то необычное, вялость какая-то, недомогание, тогда к врачу, потому что иногда наши прививки попадают в инкубационный период, например, у РЗ. Медики советуют не пренебрегать прививками от гриппа. Эта болезнь особенно опасна для маленьких детей. Для ее лечения есть минимум препаратов, а сам вирус вызывает серьезные осложнения для нервной системы и системы кровообращения, вирусной пневмонии. Прививка не дает стопроцентную гарантию, что ребенок не заболеет, но она спасет его от опасных последствий. В Нижегородской области отсутствуют случаи мобилизации неслуживших. Об этом рассказал председатель законодательного собрания Евгений Люлин. Он подчеркнул, что забирают только от служивших срочную службу в армии. Это касается солдат, сержантов и офицеров. Самый первый критерий – это опыт. Возраст в основном до 35 лет. Часто возникают вопросы. Вот у меня сын был призван, мобилизован. Ему 42 года. Начинаем разбираться. Такие случаи бывают. Он добровольно пришел, изъявил желание и пошел служить. Существует много категорий, которые не подлежат призыву. Во-первых, брони имеют работники оборонных предприятий. Важнейший критерий – состояние здоровья. Мобилизованные проходят медкомиссию. Если не согласны с ее результатами, могут обратиться в областную комиссию. Были нарушения в первые дни тех норм, которые были прописаны. Были такие нарушения. Но их уже устранили. Губернатор активно вмешивался в эту ситуацию. У кого-то было количество детей, четверо детей были призваны. Ошибка. У кого-то постоянное здоровье. У кого-то отсутствие опыта службы. То есть недостатки первые дни сегодня устранены. По словам Евгения Люлина, не мобилизуют студентов, аспирантов, учащихся дневных отделений государственных вузов и аккредитованных негосударственных вузов. Власти разработали механизмы разрешения ситуации, когда права гражданина по мобилизации нарушены. Нужно обратиться непосредственно в военкомат. Заявить. Далее. Не удовлетворен ответом военкома, военного комиссара, районной призывной комиссии, которую изглавляет глава муниципалитета. Там рассматриваются все вопросы. Если не удовлетворен решением районной призывной комиссии, то можно обратиться в областную избирательную комиссию, которая находится по адресу Ашарский дом номер один. Эту комиссию возглавляет губернатор Нижегородской области. И она рассматривает все спорные вопросы. Как заверил Евгений Люлин, в каждой ситуации разберутся. Кроме того, в области разработали программу поддержки мобилизованных. Им собирают необходимые вещи под личным контролем губернатора. Учитывая рекомендации по кнопочным телефонам для мобилизованных, правительство взяло этот вопрос на себя. Первые такие наборы уже выдали. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Сару, 24. Главная цель диспансеризации – это профилактика развития опасных болезней. Ее ежегодное прохождение поможет выявить факторы риска и обнаружить патологию на ранней стадии. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях и заболеваниях легких. По смертности они занимают лидирующие позиции. В диспансеризацию включено несколько обследований. Обязательно проверяется холестерин, уровень сахара крови, пациенту проводится ЭКГ, пациенту измеряется рост, вес. И по всем этим показателям доктор дает уже какие-либо рекомендации, что нужно отказаться от курения, что нужно снизить вес. Также врач может прописать препарат или подскажет, как предупредить развитие заболевания. Если пациенту требуется дополнительное обследование, его отправляют на второй этап диспансеризации и на консультацию к узким специалистам. С возрастом риск развития хронических заболеваний возрастает. И после 40 лет диспансеризацию надо проходить ежегодно. Но и более молодым пациентам врачи советуют не пренебрегать профилактическими осмотрами. Профилактикой нужно заниматься с молодого возраста. Не ждать, когда исполнится 50, 60 или 70 лет. Даже если нет особых проблем со здоровьем, нет каких-то наследственных факторов, нет предрасположенности какой-либо. Но пациент всегда может пройти и раз в год пройти профилактические мероприятия. Обязательно это нужно делать. Записаться можно через колл-центр 95511 или на портале пациента КБ номер 50. Напомним, по закону в день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику один выходной день. Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет раз в 3 года старше 40 каждый год. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Ах, как же приятно спустя 200 лет узнать, что мое имя, имя Пушкина, носит детская библиотека вашего города. Поле библиотеки оживленно. К маленьким читателям пришел великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин и его не менее знаменитый персонаж, кот ученый, из поэмы Руслана Людмила. Повод для встречи – открытие уличной библиотеки в сквере рядом с Пушкинкой. Театрализованное открытие тематической площадки детская библиотека подготовила вместе с 14-й школой. Детские библиотекари 15 лет назад въехали в это здание. И у нас сразу появилась мечта раздвинуть стены нашей прекрасной библиотеки. Чтобы ребята могли приходить сюда не только в здание библиотеки, но и перед нашими дверями. И мы задумали, что когда-нибудь у нас будет в сквере открыта уличная библиотека. Воплотить мечту в реальность помогла программа инициативного библиотеки вам решать. Со своим проектом благоустройства бульвара в микрорайоне 16 Пушкинка заявилась на голосование. Сыровчане идею поддержали и отдали свои голоса за ее реализацию. В сквере проводят время не только читатели, но и ребята из 13-й школы детского сада номер 4, зрители театра «Кукол Кузнечек». Это тематическая зона, в которой будут и удобные лавочки, и беседки, и сам шкаф уличной библиотеки, где действительно каждый житель города сможет приносить и ставить в этот шкаф свои книги, прочитанные уже, и в то же время брать те книги, которые ему приглянутся, книги, которые принесли другие жители города. То есть такой своеобразный обмен, как буккроссинг. Работы по реализации проекта уже ведут. Закончить их планирует в октябре. Уличная библиотека будет открыта весной следующего года. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Наталья Ивановна Мальцева работает в дошкольном образовании 37 лет. Выбор в пользу профессии воспитателя сделала осознанно еще в школьные годы. Закончив Муропское педучилище, по распределению Наталья Ивановна попала в Саров. Потом воспитатель получила и высшее образование по своей специальности. Наталья Мальцева признается, что настолько сроднилась с детьми, что в другую профессию уходить и не хочется. Ребята каждый день дарят воспитателю ни с чем не сравнимые эмоции. Был такие моменты, допустим, рождения у меня. Заранее эти старшие дети, маленькие, конечно, нет, а старшие, они уже знают, готовят какие-то подарки, спрячут друг от друга и, не знаешь, приходишь, и они вот своими этими подарками так поздравляют, воодушевляют, очень приятно. Вот это вот были такие моменты свои, и они вот говорили, вы храните. Они даже у меня эти вот подарки, некоторые, до сих пор хранятся. Рисунки или поделочки маленькие. Светлана Михайловна Юняева начала свой педагогический путь с младшего воспитателя. Ребятишки вдохновили ее своим позитивом, энергией и радостью. Поэтому Светлана Михайловна решила посвятить свою жизнь детям, отучилась на воспитателя и теперь 8 лет работает в детском саду номер 31. Дети, они наполняют нашу жизнь добротой, светлостью, такой лаской. Ну, как-то без детей, мне кажется, и жизнь такой вот. Это такое маленькое существо, которое хочется где-то погладить, приласкать и обнять лишний раз. Это прямо вот счастье, как говорится. Дети – это наше счастье. Каждому ребенку Наталья Мальцева и Светланы Юняева находят индивидуальный подход в соответствии с развитием, характером и потребностями ребят. Как сказали нам воспитатели, самое сложное в работе – это документация, различные планы, курсы и отчеты. Ну, а самое радостное – видеть счастливые глаза детей и результат своих трудов. Именно из-за этого воспитатели и преданы своей профессии. Прихожешь без настроения, да, а дети тебя там начинают гладить, ласкать, целовать. Сразу вот настроение поднимается и жить хочется, как говорится. Занятия, праздники, соревнования. То есть вот именно больше так практика. Вот это да. Вот это за это мне хочется сказать, что я правильно шла путь, пошла сюда работать. Канал 16 поздравляет педагогов дошкольных учреждений с их профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и любить свою профессию все больше с каждым днем. Светлана Юрунов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Главными действующими лицами праздника в парке имени Зернова были котики. Их с любопытством рассматривали и гладили дети и взрослые. Места около клеток с четвероногими никогда не пустовали. Люди интересовались историями подопечных мурдома. Спрашивали об особенностях и характере котиков. Но на самом празднике хвостатых в добрые руки не пристраивали. В дальнейшем этих кошечек также можно забрать. Кому понравится, могут позвонить в приют. Вообще, в принципе, мы приветствуем то, что люди к нам приходят знакомиться с кошками. То есть они не сразу, а вот фотографии, мы возьмем, все, мы приходим, забираем. А потом, какие характеристики не сошлись и возвращают. Ну, у всех разные истории, конечно же, мы там уже разного многого слышали. Поэтому мы рекомендуем приходить с кошечкой, знакомьтесь. На празднике приюта можно было приобрести игрушки и аксессуары для животных ручной работы, которую сделала волонтер. Все вырученные средства пошли напомнить животным. Также добровольцы рассказывали о том, чем они могут быть полезными для хозяев, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы сейчас работаем над проектом и помогаем хозяевам, которые попали в тяжелую ситуацию. Мы раздаем листовки, на которых написан номер, по которому можно позвонить, если вам нужно выгулить собаку, а вы не в состоянии. Или вообще оказать какую-то услугу мы можем. На таз-площадке парка имени Зернова было шумно и многолюдно, несмотря на плохую погоду. Дети участвовали в интерактивной шоу-программе. А в это же время горожане могли заняться творчеством, смастерить маску, раскрасить фигурки кошек. Также для гостей работали различные площадки с играми, аквагримом. Всех желающих угощали сладкой ватой. Тут было очень весело. Тут все бегали. Мне понравились кошки. И понравилась сахарная вата. Понравилась киски. Ты их гладила? Да. А что еще сегодня делала? Рисовала. А что? Котиков. И пластилим лепила кошка. Праздник Мурдома «Мы в ответе за тех, кого приручили», состоялся благодаря совместным усилиям муниципальных и частных учреждений города. На мероприятии у всех желающих была возможность получить консультацию ветеринарного врача и грумера. Праздник приурочили к первому дню рождения приюта Мурдом. В октябре ему исполнится один год. Цель мероприятия первая – это привлечь внимание к деятельности нашего приюта. И плюс, самое главное – это привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных в городе. И, соответственно, показать, насколько важно гуманно относиться к животным, ответственно к ним относиться. Поэтому такая цель праздника у нас сегодня. Ну и, конечно же, да, рассказать про наш приют, про нашу деятельность и порадоваться всем месяцем нашим успехом. Грожане также могли помочь приюту своим посильным вкладом. На мероприятии волонтеры собирали деньги, корм и средства по уходу за животными. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Многоместные матрешки в разных женских образах. Куколки, штофы, шкатулки, неваляшки, чаевницы, панно, работы по сказкам. В канун дня рождения Музея народной игрушки там открылась новая выставка «Развеселые матрешки». Ее автор – заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области. Член Союза художников Тамара Горьева. Тамара Георгиевна – потомственный мастер. Работает с матрешками всю жизнь. На фабрике моя мама работала. Я помню себя с детского сада, как я на этой фабрике проживала. А рисовать училась у мамы. Она мне показывала потихоньку сначала губки, как рисовать, щечки поставить, волосики. А потом, когда научилась своей матрешке, стала рисовать. В экспозиции представлены как авторские работы Тамары Горьевой, а их более ста, так и часть ее коллекции, которую она много лет собирает. Самые старинные экспонаты сделаны в 40-х годах. Первыми гостями выставки стали ученики детской художественной школы. Мне очень нравится эта выставка. Я очень счастлива, что пришла сюда. Здесь очень много интересной информации. Не будет, что рассказывать своим потомкам. После открытия выставки ребят ждал мастер-класс по росписи матрешки в технике Миреновского письма. Тамара Корева поделилась секретами забытой росписи, рассказала об особенностях работы тушью, акварелию, тонкостях правильного введения линий кистью и пером, а подборе цветовой гаммы при росписи. Выставка «Развеселые матрешки» в Музее народной игрушки будет работать до конца октября, без возрастных ограничений. Долгие годы ожидания прошли не напрасно. 12 саровских семей, которые встали в очередь на жилье с 1996 по 2000 год, получили наконец документы на свои собственные квартиры. В новом доме на Зерново-24 администрация приобрела для них жилье по договору с подрядчиком. С новосельем жителей в торжественной обстановке поздравил глава города. Мы городом стараемся выполнять свои обязательства. Несмотря ни на что, удалось действительно продвинуться немного в очереди по обеспечению жильем. Спасибо вам за терпение. Хочу поблагодарить подрядчика, который построил этот действительно неплохой дом. Я в нем был, посмотрел. Неплохое качество. Надеюсь, этот дом принесет счастье вашей семье. Есть где жить, есть где принимать гостей. Среди новоселов и сотрудники муниципальных бюджетных учреждений, ДЭПа, Гурводоканала, детских садов, городского лесничества и работники РФИАЦ ВНЕФ частных предприятий. Главным критерием была нуждаемость в улучшении жилищных условий. Благодаря программе, которая позволила администрация приобрести 12 квартир по программе стандарт-класса, 9 это трехкомнатные квартиры и 3 однокомнатные квартиры. В трехкомнатные квартиры у нас поехали семьи. С составом семьи 4 человека. И в однокомнатные квартиры поехали одинокие граждане. Все квартиры полностью благоустроены. Некоторые новоселы в этот день начали переезжать. Везде подано тепло, проведена чистовая отделка, установлены плиты и сантехника, остеклен балкон. Все есть. Только заедем и будем жить. Наслаждаться. Это не сказать, какие были эмоции. Переполняли эмоции, были очень рады. Все новоселы жили в общежитиях и малометражных квартирах. Теперь в их бывшие жилища заедут другие очередники. В планах у администрации реконструкция имеющихся общежитий и возможное приобретение жилья по стандарт-классу. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Сете Дуся. Так ласково называли ученики и коллеги Евдокию Евтифьевну Мокинову, основателя туристического клуба «Вертикаль» при 20-й школе. Сете Дуся уже ушла из жизни, но память о ней до сих пор хранит то поколение ребят, которых она водила в походы, учила разводить костры, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях на природе. В память о ветеране туристического движения в школе номер 20 прошло посвящение в туристы первоклашек. Это приглашение именно в наш туристический клуб «Вертикаль», потому что первые классы, это только идет, закладываются именно вот те навыки и знания касающиеся туризма. Если дети заинтересованы, они заинтересуются, они естественно, потом уже, будучи чуть постарше, они считаются, они вступают официально в наш туристический клуб «Вертикаль» и потом являются бессменными помощниками, как у нас сейчас наши ребята, которые сегодня будут стоять на станциях. На открытии мероприятия ребятам рассказали о туристическом движении школы, а после танцевальной разминки первоклассники разделились на несколько команд. Участникам предстояло пройти пять станций, где в игровой форме они оттачивали навыки настоящего туриста. Учащиеся проходили по подвесным канатам, балансировали на узкой переправе, учились правильно использовать тарзанку и вместе с командой передвигаться по сложным участкам. В испытаниях пробовали свои силы и родители первоклашек. Мы сегодня лазили на бабочке, катались на тарзанке. Мне это понравилось очень. Еще понравилось, как мне на тарзанке. Мне понравилось там ездить по лестницам, где мы на веревке ездили. Еще мне понравилось, как мы ходили по канату бабочка. Было сложно вот так вот приставным шагом переходить из одного сектора в другой. У тебя получилось? Да. Члены туристического клуба «Вертикаль», учащиеся восьмого класса школы номер 20, тоже вышли из-под крыла Евдокии Евтифьевны и теперь продолжают ее дело. В этот раз ребята помогали в организации и проведении мероприятий для первоклассников. Стояли на станциях, инструктировали участников, страховали и помогали. Все это производилось от тети Дуси. Она нас учила узлам, она учила нас вообще туризму. После того, как ее не стало, у нас новый преподаватель Евгений Михайлович Порошин. Практически каждый день мы занимались. Потом, после того, как умерла тетя Дуся, у нас как бы прекратилось все это. Мы искали нового туристического руководителя, который может нам преподавать. И то есть сейчас мы практически уже три года вместе с Евгением Михайловичем. Если волонтеры отвечали за инструктаж, то вот эмоционально поддерживала ребят и помогала им в прохождении испытаний Екатерина Дмитриевна Мелентьева, советник директора по воспитательной работе. Это мероприятие мы приурочили к всероссийской акции от РДШ, посвященной Всемирному дню туризма. Несмотря на плохую погоду, ребята сегодня повеселились, прошли пять станций, получили хорошие эмоции. И нам очень радостно, что приняли участие в данном празднике также и родители. После прохождения полосы препятствий первоклассники получили настоящий набор туриста – сухпайок. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.